привет мои дорогие привет моей богини сейчас мы с вами погадаем на тему она будет не за сколько где и с кем он сейчас сколько гадания на игральных картах на тему кто его сейчас окружает кто что от него сейчас хочет до его какие-то самые ближайшие действия в ближайшем ближайшем будущем буквально но сегодня завтра максимум послезавтра и гадать на эти для этих целей мы будем с вами на игральных картах на белых игральных картах вот это у меня такие вот старинные классические карты им уже боже они с 85 года но они в очень хорошем сохраненном состоянии я их берегу раритет и сейчас мы на них с вами погадаем погадаем на четырех королей загадывайте девочки своих королей так ну давайте сейчас напомним король у нас идет пиковый забирайте своего пикового короля пиковый король это у нас кто обычно это тот у которого жизнь идет по определенному режиму по определенному графику да как человек который носит форму чаще чем носит что-либо другое скорее всего это вы знаете у меня все время эта карта ассоциируется с военными ассоциируется с врачами с проводниками в поездах с людьми которые должны носить определенную форму например светлый белый верх темный низ дальше что можно еще пара пиковых сказать какого цвета у них глаза вот у крестовых у них практически всегда зеленые крестовых с голубыми глазами в мире практически не существует я не помню ни одного человека на которого можно было гадать на крестового с голубыми глазами хотя хотя я вам скажу я такого человека встречала это был чистый чистейший крестовый но вот у него были реально большие голубые глаза это было давно и в чем это креста у него проявлялась дело в том что у него по моему татуировка была либо что-то связанное вот именно с крестом она настолько на него повлияло что он червового он брюнет с голубыми глазами он ушел в кресту ну да ладно у пикового глаза они в основном очень темные да они могут быть в принципе и голубые и серые но но такое вот какой то даже я бы сказал не естественно либо кукольный цвет глаз у него вот кстати пикового можно поэтому определить по гусиным лапкам в возле глаз пиковые зови не вне в зависимости того сколько им лет у них могут быть очень такие яркие какие-то гусиные лапки либо по одной возле глаз в уголке глаза либо несколько но вот это их тоже выдает у них острые носы прямые в основном курносых пиковых не бывает по фигуре что можно сказать они могут быть как и очень худыми такие очень полными но они не особо большого роста вот так вот дальше девочки давайте посмотрим ну я так частично что-то рассказываю что-то вы сами знаете что-то можно в классических толкованиях найти про карты червовый на червового гадаем всегда если вы не знаете масть своего короля в принципе можно загадывать червового это карта бланка карта клиента червовый у червова ярко выражены какие-то женские черты все-таки у него есть это например как я люблю говорить причем червовых очень легко отличить по этому признаку у них какая-то женская попа но вот реально вот смотришь у них либо фигура как песочные часы она не такая вот угловатая мужская да а больше как женской либо это могут быть очень пышные ресницы широко распахнутые глаза курносый нос кстати курносый нос у червовых очень много у кого встречается они могут быть любого цвета с любым цветом волос это могут быть и русы и и блондины и кстати брюнеты тоже могут быть но у них светлые глаза зеленые глаза путь кре по червовой карте идти не могут они в основном только у крест и могут быть карие глаза но что-то женственное все равно присутствует пухлики могут быть в основном полные люди у них такая вот энергетика у них такая особенная вибрация и чем даже вот если человек был худой худой он мог быть например даже и крестями теми же да трудно переходимые в другую карту в другую масть но когда человек неестественно начинает полнеть он полный не такой как был всегда у него уже определенная другая вибрация идет космическая да и он можно и карты его могут уже считывать просто червовым и все и кстати на червовых можете гадать на тех людей на которых вы очень сильно любите но главное чтобы он совпадал по масти желательно совпадал с вашей мастью это даже какой-то такой мини приворотик будет на него понимаете то есть если вы гадаете на червова тут уже надо и себя кстати наверное все таки загадывать червовой но если вы не являетесь например креста и креста к этим не относится дальше девочки посмотрим короля следующего у нас тут и крестовый и бубновый лежит так бубновый корой это сероглазы голубоглазы с прямыми волосами кудряхи они идут больше у червова у бубнового в основном кудря ой кудрявые прямые волосы прямой нос он любит работать с бумагами любит считать деньги он может быть менеджером по продажам консультировать кого-то в чем-то да но вот это не человек такого труда он может в принципе всем заниматься очень такой трудоспособный но в основном у него душа лежит заниматься чем-то таким связанное с платежками банками ну вот например в основном в банке реально вот можете даже заметить кто вот в картах разбираете вот когда вы входите в банк до обращайте внимание на мужчин которые там работают большая часть из них это и реально бубновые короли могут быть крести но крести они в принципе там много не задерживаются ибо их туда посадили они там наводят к другие свои порядки а вот бубновый это такой знаете менеджер менеджер прямо в душе дальше давайте посмотрим и крестового крестовой самый спорный король с колоды с одной стороны не дай боже влюбиться в крестового короля потому что если вы не будете с ним резонировать да вы будете от него отличаться но все равно вы в него влюбитесь девочки будет хреново будете метаться будете на него очень часто гадать будете пытаться навести на него какие-то привороты до на крестовых привороты они ложатся но тоже от определенных людей не от всех не всегда он сработает этот приворот 90 процентов что он не сработает потому что у него сильные вот такие вот вибрации связанные с тем чтобы мешать понимаете мешать колоду тусовать своих женщин тусовать других мужчин он всегда стремится общаться с другими людьми закрывать его в комнате одного и человек который любит уединение это не про него мутит воду но из хороших черт его он в принципе интеллектуал мастер своего дела даже если он просто работает автомехаником в каком-нибудь гараже я вам скажу и женщины могут туда просто приходить потому что летят как мухи на мед в основном это зеленоглазые короли есть карри глаза и да у карри год кстати вот самый прикольный вот на мое мнение девочки это мое чисто субъективное мнение если вы любите крестовых если вас к ним тянет в принципе лучше все-таки заводить если вы такая знаете доминирующая женщина то лучше заводить конечно крестового карри глаза вода они всегда ценят в женщине вот красоту и их в принципе легко склонить как-то даже в свою сторону да они как-то больше отдают любви делятся они попроще вот реально попроще чем зеленоглазые а зеленоглазые крестовые это просто мама дорогая мама дорогая с ними сложно больше всего крестовые трепет нервы червовым дамам светленьким голубоглазым сероглазым хотя не всем трепет нервы но в основном больше всего вот именно душевно страдает сердцем реально сердцем страдает червовая дама от крестового волосы у крестова быть могут тоже в принципе любого цвета кроме блондина вот блондин с карими глазами блондин с зелеными глазами все-таки блондин например с зелеными глазами то в принципе да надо смотреть уже на какие-то его другие качества что в нем превалирует для того чтобы определить его масть да все либо если он носит темные вот одежды туда уже когда можно относить кресте да и задуматься вообще на и над его психическим здоровьем в общем крестовые сложные вот такие дела с крестовым кстати может справиться в принципе в принципе да и не так сильно обращать внимание на его такие закидоны в основном только крестовая тоже вот почему я говорю почему только крестовая да потому что у нее вибрации и и вибрации за энергетика и и она очень похожа на его и в то же время она ее не ранит может быть тоже сильно привлекает да но не не до такой степени не до умопомрачения как он может задурить голову другим пиковая например если с крестовым да то крестовый не особо играется с пиковыми по одной простой причине потому что он чувствует что пиковая может ему очень сильно сделать больно может ему отомстить вот дать сдачи а бубняша и червовая дама вот они как-то знаешь больше страдают по этому поводу но это я тоже сейчас добавила про королей а в основном в принципе да если от этого абстрагироваться можно загадывать именно так как идет в классической трактовки карт это уже как говорится сколько гаданий миллионы и даже миллиарды гаданий были да и люди анализировали кто чего и как в общем девочки сейчас смотрим что его сейчас окружают чем он занят и чему вообще надо в этой жизни итак смотрим раскладываем 4 ряда по 9 карт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 я думаю тут ну практически все влезли сейчас я подвину камеру так я подвинула камеру девочки чтобы все карты и практически влезли и сейчас мы с вами посмотрим кто где всегда все гадания для того чтобы прочитать мы связываем это с нашим языком на котором мы говорим а говорим мы и пишем мы слева направо читаем слева направо и с картами та же фигня в общем так смотрим девочки первый кто у нас попадается все короли выпали в последнем ряду ну ладно первым попадается у нас король бубновый ну что бубновый давай посмотрим что ты там за тел с кем ты тут проводишь время свое а у бубнового кстати девочки тут какой-то решающий момент в жизни настал либо смотрите девочки если вы пиковая и он бубновый и у вас отношения значит если вы темненькая вот реально даже крашеная но очень темненькая но с голубыми светлыми глазами серыми голубыми да даже может даже зелеными на зеленые которые переходят в голубой цвет вот он на вас реально помешан он думает о том чтобы реально с вами как-то связать жизнь причем это даже не это как знаю знаешь а связка обмен скрещивание имущества если ты не являешься пиковой да давай рассмотрим уже с другой стороны если ты не пиковая то сейчас бубновый думает о том чтобы как-то объединить капиталы объединить материальные блага с бубновой дамы причем это бубновая может быть как молодая женщина так может быть и кстати очень старая женщина я имею ввиду по отношению к нему очень большая разница в возрасте да я бы не сказала что тут есть отношения любовные сколько тут есть именно знаешь вот по этим тузам его туз и ее туз выпали да и они выпали в такой последовательности говорит о том что он хочет получить наследство либо обменяться с этой пиковой капиталами что-то объединить может быть даже это знаешь договор купли-продажи какой-то но серьезно договор купли-продажи это не мило не мелкие и сейчас что я тебе могу сказать он либо говорит с ней по телефону либо он он с ней находится в контакте коннектится по полной программе с ней по поводу этих своих задумок дальше впереди у бубнового выпала дама червовая с дорожкой вот кстати я вот сейчас вот беглым взглядом кинула да у у ни одной дамы но я думаю это скажу потом выпадает что тоска какая-то выпадает что у червовой кстати тоска любовная по ее бубновому дальше вот это вот даже бубно пиковая дама да вот этот туз можно тоже читать как тоску какую-то по при к по отношению к бубновому что она хочет ему написать письмо связаться с ним тоже вот в таком плане тоже можно читать эту карту ну в общем так у бубнова в голове в принципе именно как бы сказать любовных мыслей да у нас на данный этапе сейчас прямо у него нету у него связано с все с каким-то бешеным материальным круговоротом но у бубнового девочки хоть что-то не везет нашим королям вот сейчас подвину у бубнова посмотрите пожалуйста да у бубнова снизу выпал червовый король и выпала две пики восьмеркой и десятка самые самые непопулярные и самые неприятные карты причем они выпали между двумя червовыми валетом и королем это тоска смертная либо он в прошлом поссорился очень сильно со своей дамой сердца либо это крах либо это развод он он очень сильно переживал я так думаю что вот эти вот любовные его переживания были толчком для того такой знаешь волшебный пендаль какой-то бубному чтобы заниматься какими-то делами так дальше посмотрим кто у нас тут дальше выпал ну дальше у нас выпал как раз таки и червовый будем червового смотреть что выпало у червового сейчас у червового сейчас плохое настроение либо он больной либо пьяный либо хочет очень напиться полностью такой черный какой-то туман у него и кстати чем он связан с любовными мыслями с какими любовными мыслями девочки читаем следующие карты следующие карты от предательства от прида возможно это предательство крестовой потому что крестовая сейчас проводит время тоже с крестовым ну и что тут еще по картам свяжем вот кстати по отношению крестовому да у по отношению к червовому у крестовой дамы тут тоже выпал валет выпал валет пиковый я так думаю что у крестового крестовый очень сильно переживает из-за реально какого-то предательства со стороны крестовой дамы а впереди червовый кстати червовый просто так сидеть не будет но в то же время он будет бездействовать в отношении той дамы которая его предала да он он как значит он как пойдет куда-то причем это будет связано с чем-то мистическим чем-то ну может он по может пойти обратиться к гадалке он может пойти привороты какие-то даже делать но вот пойдет он пойдет решать свои вопросы именно каким-то мистическим путем хотя может вообще с мистикой не связано дело в том что вот это вот восьмерка и десятка да и вот это вот пиковая дама вот эти вот пики они просто его берут в какой-то колпак и он реально не может делать ничего своими руками как-то он переживает дальше а например как червовый относится к новой даме посмотри как далеко ты выпала девочки кто у нас был буба до любовная карта девятка че червовая дама если рассматривать по отношению к бубновой я девочки сейчас говорю для тех кто является какой домой да если ты бубновая то сейчас червовый он как в каком-то знаешь коконе он сейчас от себя много чего отодвинул для того чтобы если он в трезвом состоянии находится чтобы у него какой-то не очень хороший период сейчас его жизни да он как со связанными руками и в то же время он хочет обратиться кому-то чтобы ему эти руки развязали он очень сильно волнуется находится ну не в таком понимании стресса обычном да а в каком-то в смятении вот и причем такое ощущение что у него просто сейчас какая-то черная полоса особенно связано с отношениями женщинами потому что тут пиковая тоже с другим дама червовая тоже далеко причем она тоже с пиками до дама бубновая тоже далеко крестовая далеко в общем у червы сейчас период смятения смятения недовольство какого-то он не знает что делать как ему дальше жить и хотел бы даже обратиться вот к чему-то мистическому потому что он чувствует что такое ощущение что-то не то в его жизни происходит и это как говорится одно за одним одно за одним как на него напала дальше и сейчас посмотрим следующего короля который нам выпал так король у нас пикового не видно но я подвину камеру так мы сейчас будем смотреть с вами крестового вот он лежит крестовый крестовый выпал с крестовой дамой и причем у них сейчас с двух сторон выпали валет и это практически чет самая четкая позиция сейчас в раскладе одна из самых четких позиций в раскладе вали валет червовый сами знаете о чем он говорит о червовых любовных хлопотах да обратите внимание с этой стороны у крестовой дамы выпала пико выпал пиковый валет да это говорит о их чувствах в первую очередь о хлопотах именно чувственных этих хлопотах крестовый считает что он создал пару с той женщиной которая ему нужна с которой он хочет прожить всю свою оставшуюся жизнь то есть супруга это девочки выпала у крестового именно либо его супруга либо внешне это полностью дама крестовая зеленоглазая кориглазая деловая до либо именно считывается как супруга и причем он сейчас вот у крестового вот если эту сторону просматривать да у него есть он пережил стрессуху вот из-за того что вы тут король червовый до восьмерка десятка и вот это вот раскладка говорит о том что у крестова недавно было стрессовая очень сильно стрессовая ситуация о том что связано с любовью он думал что он потеряет свою женщину это отразилось на ней тоже но сейчас она скучает по нем до либо ждет его либо ну вот у нее как сердце ноет по отношению к своему этому супругу будущему супругу к тому человеку с которым она решила создать пару вот это вот когда знаешь как созданная пара и причем король крестовый любит ее хочет быть с ней до крестовый вот терзает вот это вот непонятка какая-то да что-то вроде бы не то происходит так дальше аук а у этой вот кстати крестовой есть очень сильный поклонник который тоже хотел бы с ней быть и он знаешь он как бы ее как преследует надоедает ей своим вниманием вот такие вот дела ну а что давайте сейчас как как вам еще девочки рассмотреть этот вариант вы вот просто даже сейчас погадайте со мной я вам рассказала только одни из вариантов да что у него сейчас происходит а теперь посмотрите на все карты и определите где ваш король и в каком виде где на этом на этой раскладке находитесь вы как далеко вы от него лежите или как как близко вы от него лежите чем ближе вы к нему лежите вот например как тут вот пара лежит да вот даже вот так вот по диагонали когда вы лежите вместе вот так когда лежите вот тут вот по диагонали пиковый и бубновый выпал до бубновая это говорит о том что вы находитесь в лучшей позиции если бы вы лежали далеко обратите внимание какие карты находятся рядом с вами светлые карты но это я сейчас вам сейчас поэтому даже раскладу говорю да светлые карты вокруг вас говорят о том что вы чувствуете карты вокруг его говорят о том что он чувствует к вам чем больше фигур возле вашего короля это говорит о том что он сейчас не один и он говорится смотрит на кого-то видит кого-то и с этим человеком будет проводить время но и сейчас мы с вами посмотрим еще пикового пикового короля что по этому раскладу можно сказать чем еще занимается чем он занят да вот так вот лежат карты подвинула вот эти вот последние пиковый у пикового будет встреча с бубновой дамой если вы светлая со светлыми глазами это говорит о том что у вас будет встреча вместе с ним чемоданы какие-то идут дальше пиковый находится пиковый как это это либо место работы его он находится сейчас на работе также может обозначать в ближайшее время смену работы да как в новое место куда-то входит он пиковый молодец кстати возле пикового выпал пиковый валет и при тузе крестом это ничего плохого не значит значит о том что у него заботы о хлебе насущном и о деньгах о том как он будет дальше жить а его карьере и все и женщин пиковый предпочитает по этой карте все таки знаешь как сказать то тебе обрати внимание пожалуйста ты загадывала пикового вода сверху у него лежит дома бубновая а слева у него лежит дома крестовая да это еще может обозначать такой момент до валет пиковый выпал возле нее то есть дама крестовая недовольна поведением пикового и он получается тут может быть у треугольник стать любовный какой-то либо отношения семейные мама его да вот какая-то родственница и вот а она вот этим каким-то треугольником идет а почему идет треугольником объясняю как считывается треугольник по валетам когда карты у вас как-то ну очень похоже да это как раз таки треугольник идет дама бубновая с валетом дама крестовая с валетом это как ее фамильяры как как то что она несет это линия от точки а до точки б . а . b . c до его лет и это прямые линии связывающие в общем вот такой вот девочки гадание было просто уже не помещается видео мы сейчас смотрели нигде и с кем он сейчас сколько мы смотрели то чем сейчас дышит чем живет ваш король и вот еще раз обратите внимание пожалуйста девочки на своих королей в каком месте находитесь вы по отношению к нему и в каком месте например соперница если вы загадываете какую туда обратите внимание тоже на это вот такое вот когда не было пока пока